Год 2021. 6 августа. Крым. Нахожусь в окрестностях Нижнегорска и хочу показать вам старую с советских времен большую дачу. Начну я обзор с этой старой яблони Кандиль Синап. Это наш крымский абориген. Каждый год она опустилась, опускает ветки. Уникальность этого яблока в том, что оно имеет овальную продолговатую форму и начинает набирать свой размер, цвет, туда ближе к осени. Особенно осенние сентябрьские, октябрьские дожди. Сейчас она маленькая, потом у него появится красно-желтый бычок. Вот он ствол падалица. Вот это то, что у нас в Крыму называется чаталы. Чаталы это подпорки под деревья, под ветки, которые гнутся под урожаем. Также применялись эти чаталы и к трапезунду, и к яблокам и к другим нашим крымским садовым растениям. Как их не подпирай, все равно ветки ломаются. Вот заинтересуйтесь этим сортом. Он очень устойчивый. Каждый год вот такая нагрузка. Основное хобби хозяева хозяев это конечно виноград. Но я не специалист по винограду. Интересует меня постольку поскольку здесь хорошее вино сухое. Вот все эти заморочки с виноградом это конечно на любителя. Но он здесь впечатляет. Посмотрите что творится. Тут еще масса всяких розовых сортов. Но буду проходить если мимо. Покажу. Вот розовые сорта. Основной мой интерес конечно это фундук. В свое время хозяин на Украине еще понакупал массу разных сортов. Пересорт. Скорее всего это опытные сорта орехов были, которые были еще не введены в сортовой ассортимент. Вот и их продавали как под названием известных сортов. Но что самое интересное. Вот эти вот все неизвестные сорта оказались лучше чем те под названиями которых в конце концов продали. Вот это сорт который продали как первенец. Но у меня есть первенец. Он практически в два раза крупнее чем первенец этот орех. Сейчас его постараюсь достать и покажу. Вот этот так называемый первенец на фоне трапезунда. Орех немного продолговатый, толстый. Сразу скажу это как бы над ним еще поработать надо. У него достаточно твердая скорлупа. Примерно как у 4219. То есть ну сам размер ореха конечно впечатляет. Вот я вам покажу орех. Редко такие встретишь. Название говорят здесь Кочерженко. Но я не знаю Кочерженко не Кочерженко. Но это вот то что у нас обычно называют почти как бомба. У нас есть очень крупный сорт. Бомба его называют. По размерам почти один в один. И он просто увешан этими орехами. Просто увешан. Я таких крупных орехов не видел культурных. Бомба я все-таки не считаю особо культурным. Он не сильно распространял. Здесь очень такое дерево раскидистое. Полностью увешан этими орехами. Посмотрите. Вот еще одна версия шедевра, который совсем не шедевр. Уже я видел шедевр, оригинал, который распространяет на Украине Игорь Губин. Привет ему, если он смотрит видео это. Вот такие орехи продавали раньше под названием шедевр. Ну а вот сорт, который продали под названием Долинский. Ну конечно Долинский в кавычках. Честно скажу, такой орех вообще редко увидишь даже на трапезонде. Вот так вот он выглядит в плюске на фоне трапезонда. Посмотрите на размерчик. Вот так вот он выглядит вживую. Вот это вид сбоку. То есть у него полностью скошено донца. Вот вид сверху. Ну такой орех рассчитан на серьезного потребителя. Правда, честно скажу, тоже он с толстоватой крупой. Ну вот близнецы-братья 4219 примерно такая же. Ну это веба. Вы видели часто эти орехи. Ну так покажу. Вот кто знает, подтвердите или опровергните, варшавский это или не варшавский. Так он в плюске. Ну вот такой вот он без плюске. Я не разбираюсь в этих польских сортах. Напишите, кто знает, варшавский, не варшавский. Краснолистный. Тоже по пути Долинский. Ну конечно такой орех редко увидишь. Ну вот посмотрите, я вообще фанат приствольных кругов. Вы это знаете по моим видео. Но вот то, что я вижу здесь у хозяина этого. Конечно, я порекомендовал ему все вот эти старые деревья выпиливать под корень, потому что здесь уже ни роста нету, ни плодов особых, плодоношения. И выращивать кустом. Но основное пристрастие хозяина, конечно, видно. Это виноград. Вот мне подсказали сорт дубовский розовый. Сорт очень популярен на беседке. Сорт алвика, он считается сортом с самыми крупными виноградинками. Но еще размер не набран. Ну так, ничего. Вот виноград на беседке. А вот хозяин, Виктор Николаевич. Здравствуйте. За сбором на беседке своего винограда. Сейчас я вам покажу один клон трапезунда, который на него очень похож. Ну, просто очень. Но он более сильно рослый. Гораздо более. У него не паникают побеги и немножко... Ну, вот я вижу различия. Сейчас посмотрим на орех. Вот он расколотый. А вот сам орех. Ну, вот он. Он, конечно, не имеет той загрузки, которую имеет трапезунд. Дирные. Вот грозди я вижу. Совсем другие побеги. Побег текущего года. Зеленого цвета. Два с половиной метра. Это максимально похожий на трапезунд клон, который я когда-либо встречал. Вот школка сеянцев ореха. Привой. И вот среди сеянцев есть несколько таких, которые на второй год из сеянца дали плоды. Причем плоды вот такие. Крупненькие, хорошие. Можете себе представить? Сеянец на второй год дал орехи. Обычно ждут на седьмой, на шестой, восьмой год. У него тоже такая интересная разновидность трапезунда. Он старый куст, очень сильно загруженный. И несмотря на это, у него очень крупные плоды. Даже вот можно сказать, по размеру больше, чем средние. Сеянец называет этот сорт Трафазанский. И завез он его из-под Новороссийска. Вот он выглядит снизу, стволы. Ну вот, здесь три куста. Со слов хозяина, ему где-то около 12 лет. И урожай с одного куста больше 10 килограмм. Вот так в запущенном саду в Крыму у нас растут персики. Это средний по срокам персик. Ранние были уже собраны. Все усыпано. Никаких здесь химобработок. Ну, вы видите, сад запущенный. Живут здесь уже пенсионеры. Правильно говорит Николай Винтер. Посмотришь в интернете, сколько этих обрезок, обработок. А урожая ноль. Здесь все такое. Если это груша, то груша ломится просто в ветке донизу. Тоже июльский сорт, но так как лето и весна были поздние в этом году. Вот до августа дотянуло, оно уже спеет. На этом я заканчиваю свою экскурсию на фоне канделя. Всем добра мира. Привет из Нижнегорска, из Крыма. До свидания.